На выставке Блэйдшу вы не найдете кротеки, спайдерка, бенчмейды и ножи кейс. И, кстати, очень интересный момент. Новых производителей, особенно складных ножей, гораздо больше. Ну что ж, вернулся я с Блэйдшоу. Это было, конечно, нечто. Сейчас поговорим об этом. Но прежде чем продолжить, давайте сразу сверим, как говорится, часы. Сегодня у меня на кармане, точнее на шее и на кармане три ножа. Два из них с выставки Блэйдшоу. Это вот такой вот шейник-малыш. Об этом сделаю отдельное видео. Если будет желание, пишите в комментариях. И очень интересный нож. Это Дарк Болт. Новый бренд, американский. И почему я его взял, это тоже, на самом деле, интересная история. Здесь лайнер-лок с кнопкой. Как на третьем моем ноже, который у меня сегодня на кармане. Это Nestor All Black и тоже лайнер-лок с кнопкой. В общем, если вас интересуют обзоры на ножи не Даггер, которые у меня с Блэйдшоу, то пишите об этом в комментариях. И я, конечно же, о них сделаю обзор. Итак, давайте теперь, наверное, перейдем к впечатлениям. Вас всех, скорее всего, интересует, как прошла выставка. Ну и мне тоже хочется очень поделиться с вами про выставку Блэйдшоу. Общее, наверное, впечатление. Это, конечно, не сравнится с клинком. Клинок супер выставка, супер эмоции. И мне, на самом деле, очень нравится клинок. И я, наверное, больше люблю клинок, чем Блэйдшоу. Клинок роднее. Но вот если сравнивать масштаб, это, конечно, нечто незабываемое. Потому что, во-первых, и само место, где происходит выставка, она огромное. И количество участников. И там вы найдете, как таких ножевых долгожителей, как Бенчмейт, Спайдерка, Микротек, Бак, Хок, Сок, Колдстилл и так далее. Такие столпы ножестроения. Также вы найдете очень много и гораздо больше таких брендов, таких ножевых мастеров, о которых вы даже не слышали. Поэтому, наверное, моя такая ножеманская рекомендация, рекомендация именно ножевого энтузиаста. Если у вас хоть раз в жизни будет возможность посетить эту выставку, поверьте мне, оно того стоит. То разнообразие ножей, которые вы там найдете, это будет, конечно, незабываемым впечатлением. Для нас это было третье Блэйдшоу. Впервые наша компания Даггер поехала на выставку в 2018 году. То есть в 2017 мы, как вы знаете, родились, создалась компания Даггер. И в 2018 мы уже заявились на выставку Блэйдшоу. Потом мы поехали туда в 2019 году. Был дальше перерыв. Как вы знаете, ковид из-за ковидных ограничительных мер 2020, 2021, 2022 год мы пропустили. И вот получилось поехать в 2023 году. Итак, самые популярные ножи Даггер. Какие самые популярные ножи? Ну, на первом месте, и это на самом деле повторяется и на всех выставках клинок, и Блэйдшоу вообще не был исключением, это карнайф. Вот этот нож, он, конечно, производит максимальные впечатления, когда человек берет его в руках. Карточный нож, который имеет замок, и он не хлипкий, который реально может работать как нож, наверное, ну, отчасти является, может быть, громко буду говорить, но уникальным на рынке. И я это не один раз говорил, что камера или там сайт это может не передавать. Как только посетители выставки в руки берут карнайф, то они это one love, да, любовь с первого взгляда. Они все прекрасно понимают, что это действительно нож, а не игрушка, да, для EDC. Поэтому карнайф на самом деле был самым популярным. Ну и самым популярным, кстати, был вот цвет, который лично у меня. Бронзовый был самым популярным ножом. На втором месте это нож Виндетта. Здесь тоже, наверное, можно не удивляться, да, хотя очень много посетителей выставки, которые подходили за стол Даггер и смотрели наши ножи, они, ну, наверное, 90% впервые слышали о нашей компании, да. 9 из 10 людей не слышал. Я рассказывал, и когда они брали нож Виндетта, они, конечно, удивлялись размером, но когда они сажали нож на карман, то они говорили, что это реально прикольный EDC, и то, что хочется, огромный нож. Поэтому на втором месте это нож Виндетта на лайнер-локе со Stonewosh, то есть где с двух сторон у нас черный D10 и Stonewosh и клинок, и с отверстием. Вот именно такой вид Виндетты был наиболее популярным на втором месте. Ну и на третьем месте это Кощей Квайкин. Почему Квайкин, не могу вам сказать, это, наверное, личное предпочтение просто вот той выборки, кто посетил выставку. Но Кощей тоже, как вы понимаете, популярный нож, и он не мог не войти в топ-3. Хотелось бы поговорить про конкурсы. Итак, конкурсы на самом деле на Blade Show проходят немножко в другом формате, нежели на выставке клинок. Если на выставке клинок мы отдаем ножи в категории складной нож, и нож проходит и набирает баллы больше по тестам, то или даже если мы подавали, там у нас есть категория складные ножи и категория полевой кухонник, и туда, и туда мы подавали наши ножи на выставке клинок, и мы брали призовые места. И вот на выставке клинок эти ножи тестируются, то есть баллы набираются в ходе теста. Что же касается выставки Blade Show, то тут немножко другое. Тут категорий гораздо больше. Во-первых, есть целая категория кастомных ножей, а есть номинации именно в серийных производствах, и номинаций тоже очень много. Наши ножи были представлены в номинации «Самый инновационный импортированный нож года». Туда мы представили нож «Русалка». И я не знаю, это был больше такой формат вежливости или нет, но после того, как номинации закончились, мне сказали, что «Русалка» на самом деле очень близко была к победе. Что отличает Blade Show именно в номинациях? Так это жюри. То есть жюри очень много, это происходит тайное голосование, и эти ножи, они не тестируются. То есть если это категория «Инновационный нож», необходимо представить краткое описание ножа, в чем заключается инновационность, и, следовательно, жюри смотрит и голосует. Второй нож, который мы представили на номинацию «Лучшая покупка 2023» — это нож «Вокет» из линейки «Дискавер», «Даггер Дискавер». К сожалению, не выиграли, но ничего страшного. Зато на самом деле очень много людей подходило за стол и спрашивало, когда они видели номинацию, где нож «Дискавер», где «Вокет». Ну, пришлось их расстроить, там, да, именно на выставке за столом у нас не было «Вокетов». Вот, но они теперь уже есть на сайте, да. Я надеюсь, вы их, кто хотел, приобрел, кто хотел, дождался. И напишите в комментариях, как вам новые цвета и как вам вообще новый нож «Филдер». Мне очень нравится этот нож. это в разработке, да, то есть я реально хотел достигнуть такого полевого ножа. Ну да ладно, об этом будет отдельное видео и еще многому про «Филдер» скажем. Переходим дальше. Третью номинацию, в которую я свою личную виндетту, как раз-таки лимитку, с эффектом Тимаскуса или Lightning, да, вот где анодизация очень такая красивая, здесь будет фотка, этот нож мы представили в номинации «Лучший коллекционный нож» или «Лучший нож для инвестиций». В этой категории мы не победили, но мне кажется, там были достойные, конечно, ребята, и в этой категории победил, мне кажется, довольно-таки заслуженно, МБШ, да, Широгоров. Вот, но на виндету тоже обратили внимание. Выпуск лимитированных виндетт всегда ограничены, и отчасти я могу сказать, что да, оно имеет коллекционную инвестиционную ценность, потому что мы виндеты дальше не, такие же не производим, и, насколько я знаю, на вторичном рынке они как бы хорошо держат и даже прибавляют стоимости. И в категории «Лучший фолдер», «Лучший иностранный фолдер» мы представили нож «Чинкодея». На самом деле «Чинкодея» мы туда представили не потому, что это самый хороший и десишный там фолдер, да, то есть те, кто владеют «Чинкодея», они понимают, что это там, наверное, ну, не совсем и DC, хотя на кармане у меня на выставке тоже этот нож был, и люди, конечно, удивлялись. Так вот, по «Чинкодея», почему я его туда представил, я в описании там написал, что так как у вас нет категории, да, такой современного прочтения исторических ножей, вот поэтому я его представил «Лучший там складник». но тоже без призов. Ничего страшного, мы призы не получили, но получили на самом деле хорошее впечатление, очень много людей узнало про нашу компанию, и было-было, как бы, да, что показать людям, и как раз-таки во время выставки делиться опытом, общаться и так далее. Кто из российских брендов был? Ну, Даггер, МБШ, я уже говорил, да, Широгоровы были, был СКФ, Custom Knife Factory, был TASS Knives, и все. Да, больше я никого там не встретил из российских брендов, поэтому вот как-то так. В прошлый раз, когда мы ездили, по-моему, в 2019 году, рядом с нами, просто вот, ну вот рядом, следующий стол, была Сталина, и также в прошлый раз, когда это был 2019 год, с нами еще был Культратег, вот, но вот сейчас там Сталина и Культратег я там не увидел. И, кстати, по-моему, в 2018 году, по-моему, даже был Мистер Блейд. Ну, Мистер Блейд, это больше чешский, да, то есть бренд, ну, как бы, да, с корнями из России, но вот в этом году, да, их не было. Вот, только те, кого я перечислил. Хочется особо отметить интересный момент, что на выставке присутствуют стенды и столы, где представлены микротеки, спайдерка, бенчмейды и ножи-кейс. И для меня это было изначально, ну, как бы, очень странным, почему вот все-таки есть отдельные там, да, сами производители там присутствуют, а также отдельно, и это очень много, это там не один стол, не один стенд, а это там ну, процентов 20, может быть, 30 выставки, это как раз-таки стенды, где вы найдете вот эту святую, ну, святая, неправильно, может быть, говорить, но там, как вот в часах есть святая троица, да, Rolex, ADMRPG и Patek Philippe, так вот, в ножах можно, как бы, ну, на американском рынке условно сказать, что есть такая святая четверка, именно на вторичном рынке. Это ножи спайдерка, это ножи бенчмейт, это ножи микротек, это ножи кейс. Кейс в России не особо известный, но если вы на американской вот выставке Блэйчо придете, кейса везде, есть отдельный стенд кейса, это такие слипджойнты, классический американский дизайн, и скупка идет, то есть вы, прямо на выставке вы можете прийти и продать свой нож кейс. Почему? Оказывается, ножи кейс имеют такую коллекционную ценность. Очень много людей собирают ножи кейс, и поэтому у вот стендов, не у официальных, можно, да, в кавычках сказать, стендов, это, по сути, получается не то, чтобы даже поддержанный, там даже есть ножи, новые в коробках, то есть именно те образцы, которых сейчас нету у официального производителя. Это раз. То же самое с микротеками. Микротеки в Америке имеют очень хороший, так называемый, вторичный рынок, следовательно, имеют хорошую коллекционную ценность, и люди как раз таки на выставке вы можете, на самом деле, то, что называется трейд, можете принести свой нож и поменять какой-то нож на другой, если ваш нож представляет какую-то коллекционную ценность, и не обязательно, чтобы этот нож был в стразах, бриллиантах, золоте и так далее, нет, если этот нож в хорошем состоянии, там, минтовый нож, и вы приходите на шоу, вы можете либо его кому-то предложить, продать, из этих вот дилеров, или же вы можете просто поменять на другой, там, с доплатой, или вам с доплатой, там, да, вот, также вот такая же история с микротек, потому что на стенде у официального микротека не вся, во-первых, продуктовая линейка, там только в основном новинки, то, что сейчас производится, а вот на выставке вы найдете, ну, реально старые, интересные модели, какие-то лимитированные модели, за которым как раз-таки идет отчасти охота, и то же самое касается бенчмейда и спайдерка, то есть, по сути, вот эти четыре бренда, там, конечно, есть и тот бэк, вы можете увидеть, можете увидеть некоторые кастомы, там, да, но вот по моим наблюдениям, вот такая сильная четверка, которая вот, ну, везде почти не у, ну, можно сказать, и у официалов, но как бы представлены как отдельный стенд, где люди реально продают, покупают, и вот эти четыре бренда имеют такой очень большой вторичный рынок в США и такую коллекционную ценность для ножевого сообщества США. Что касается отличия от клинка, отличия от клинка, ну, во-первых, масштаб, я об этом уже говорил, но с другой стороны блэйчоу все-таки, да, масштабный, но идет очень мало, то есть, вот если клинок у нас идет четверг, пятница, суббота, воскресенье, то блэйчоу проходит только пятницу, субботу и воскресенье, и то в пятницу шоу открывается в 12, и, по-моему, до 6, в субботу с 9 до 6, а и в воскресенье там с 9, по-моему, до 2 или до 2, и получается, на самом деле, в пятницу приходят, ну, как и на клинок, да, в четверг приходят непосредственно, ну, такие ножеманы со стажем, ну, реально ножевые энтузиасты, в субботу очень много людей, и в воскресенье, ну, так, особо не очень много людей, вот это, что касается по дням отличия, из такого ключевого, наверное, на выставке блэйчоу вы не найдете пиансе, хотя мне реально хотелось там, да, отойти, перекусить, но там продается только там папа Джонс пицца, то есть, ну, такие официальные больше моменты, то есть, вот пинсе не было, нету там медовухи вы не найдете, ну, и вот такие явства, да, вот если вы посмотрите на клинке, отдельное место выделяется, где продаются сыры, медовуха, там, шоколад, пинсе, и так далее, вот этого всего вы на блэйдшоу не найдете, да, блэйдшоу все-таки узко, очень специализировано, и что касается там закусок, там отдельно устроены типа фудкортов, и в основном на этих фудкортах продаются, ну, такие бургеры, сэндвичи и пицца, да, то есть, вот, больше ничего, но, что вот интересное, так это по поводу выпивки, на блэйдшоу отдельно такая барная стойка стояла, где наливают виски, и, кстати, очень интересный момент, оказывается, Эмерсон выпустил свой виски, да, Эмерсон выпустил свой виски, и там вот, да, есть такой бар, где наливают очень горячительные напитки, то есть, так, в открытую, вроде в США, там, да, в общественных местах нельзя употреблять, но на выставке можно, и ключевой еще момент, это когда вы входите на выставку блэйдшоу, там написано с огнестрелом не входить, то есть, ну, понятное дело, что это США, понятное дело, что Южный штат, Джорджия, да, и у многих есть огнестрел, ну, я не знаю, наверное, они в машине оставляют, или в гостиницах, но там, ну, или на самом деле я не видел, чтобы были какие-то рамки, досмотры, вот этого всего не было, да, но вот с оружием тоже нельзя заходить, так, интересный баннер. Какие выводы можно сделать по выставке? Понравилось, не понравилось? Ну, конечно, понравилось. На самом деле самое важное это то, что ты видишь очень много интересных работ, и это дает очень интересный толчок. Все-таки новых производителей, особенно складных ножей, гораздо больше, и там очень много брендов, о которых мы с вами не знаем. Поэтому посещать эту выставку надо, для того, чтобы просто общаться, понимать, быть в тренде. Онлайн, вот так, да, я, конечно, смотрел через там социальные сети, но это не то. Когда вы там находитесь напрямую, это все-таки вы видите реально отчасти, куда движется ножевой рынок. Будем ли мы в следующем году участвовать? Ну, на самом деле хочется. У меня даже есть отдельная закладка, что мы планируем сделать. Конечно, постараемся, бог даст, как говорится, поучаствуем. Еще важный, на самом деле, момент, что на выставке Blade Show делают так называемые специальные серии. Мы на выставке Клинок так это тоже делали, вот делали с воронами. Сейчас вот думаем, какой нож сделать для выставки Клинок осеннего. И к чему я это? Для выставки Blade Show тоже ряд производителей там Erotic Knives, Microtec, по-моему, Bug, других я не помню. Они все, а, Tops еще, Tops, ну, это кого я видел, они все к выставке делают маленькие лимитки. Чем они отличаются? То есть, это не то, чтобы там супер какие-то материалы, нет, это именно исполнение. То есть, это может быть другая рукоять, специальная гравировка и так далее, и выпускают вот этих ножей для Blade Show в таком ограниченном количестве, от 10 до 50 штук в основном. И за этими ножами, как только шоу открывается, вот эти все очереди, то, что вы видели, когда народ бежит, это народ как раз таки бежит за этими ножами, потому что их до шоу не продают. Я вот так подходил, спрашивал, можно ли купить, ну, как участнику, нет, потому что вот они открываются и выстраиваются вот эти огромные там очереди там у Микротека или там у других, это как раз таки, чтобы взять вот эти лимитированные. И потом эти лимитированные ножи, ну, наверное, 50 процентов или больше оседает на карман, люди там пользуются, но какая-то часть этих ножей переходит во вторичный рынок, на самом деле, да, о котором я уже говорил, где уже эти ножи там покупаются, продаются и так далее. Друзья, на этом, наверное, все. Спасибо, что посмотрели это видео. Обязательно подписывайтесь на наши социальные сети. Ну, и всех благ, друзья, вам. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok